Точно так же, как сын должен выполнять права отца, точно так же отец должен выполнять права своего сына. Поэтому отец должен изначально выбрать имя хорошее для своего сына. Как мы уже сказали, для сына должен выбирать имена, которые им надлежат, то есть мужчина. Не должен выбрать какое-то скверное имя для него. Или женские имена. Или имена неверующих людей. Или имена глав шайтанов. Или фараон. Или Иблис. Или Абу-Джахль, называется. Точно так же, женщина. Для нее должно быть выбрано имя, которое подходит женщина, девочка. Потому что имена, они несут себе смысл. И у каждого человека есть какая-то доля, части, смысл своего имени. Например, Мухаммад, саллиллаху алейхсаляму. Мухаммад, саллиллаху алейхсаляму. То есть, такие имена, как хариф, саллих. В этом проявление правдивости, проявление праведности. Арабы еще в давние времена давали такие имена. И изначально предполагая, что этот человек будет против врагов стоять. Как, допустим, халлик, то есть, живучий есть, так можно сказать. Или асад, лев. Или гроза, допустим, врагов. Для чего? Чтобы, когда, даже если им придется столкнуться с врагами, они слышали, кто в рядах против нас. Им говорили, гроза, молния. Вот такие названия, то есть. А рабам или преступам, то есть, давали имена такие, как, допустим, нафи, полезный. Что он приносит пользу ему? Или послушный? Вот такие имена давали. Поэтому, если, говорит, у человека есть имя, которое несет себе плохой смысл, или это имя неверующих, такое нужно поменять, говорит человек. Если не можешь поменять имя, дай им кунью. Но он не должен оставаться с таким именем. И пророк, салаллах, валих вассалям, менял имена некоторых сподвижников, добыть довольны на Аллах. Невозможно так, чтобы, то есть, человека звали, что он раб кого-то кроме Аллаха, как раб Хусейна, или раб еще кого-либо кроме Аллах. Неправильно, когда люди называют какими-то двойными именами, хотя, чтобы в имени обязательно присутствовал Мухаммад. Мухаммад Салих, Мухаммад Расуль, Мухаммад кто-то. Это неправильно, говорит тоже шеф. Как говорит, допустим, на некоторых землях Африки, говорит, всех детей Мухаммад называют, поголовно. И как, говорит, различать между ними теперь? Самый старший, говорит, Мухаммад один. Следующий, Мухаммад два. И вот таким образом. То есть, отцы у них получают, короче, все Мухаммады, только Мухаммады. Или именами, в которых есть какая-то хвала. Нураддин, Мухиддин. То есть, самого восхваления, там, свет религии, или там, Нураддин, Мухиддин, вот такие, оживляющие религию. Которые оживляют религию Ислам. Освящают религию Ислам. То есть, такими именами не называть, неправильно называть такими именами. То есть, мы должны подбирать имена, которые подходят им, независимо мужчина, это или мальчик, или девочка. Но.